В партизанской армии Югославии сражались тысячи граждан Советского Союза. Одним из них был азербайджанец по национальности Мехти Ганифа Аглы Гусейн Заде по прозвищу Михайло. Этот партизан во время Великой Отечественной войны прославился своими дерзкими диверсиями против немецких оккупантов в Словенском Приморье, где он возглавлял диверсионно-разведывательную группу при штабе 9-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии. Мехти Гусейн Заде родился 22 декабря 1918 года в селении Навханы, которое находится между Каспийским морем и необычным озером Маса-Зергёль. Необычно это озеро тем, что из-за высокой концентрации соли в воде оно имеет красноватый оттенок. Живописная природа Азербайджана наложила свой отпечаток на характер Метхи Гусейн Заде. Еще в детстве он начал рисовать и писать стихи. К сожалению, мальчик очень рано остался сиротой. Его отец Ганифа Гусейнов был одним из активных борцов за установление советской власти в Азербайджане, членом мусульманской социал-демократической партии, а позже на посту начальника ААЗ милиции участвовал в борьбе с бандитизмом на территории Азербайджана. В этой борьбе он и сложил свою голову в 1922 году. Мать Мехти тоже не прожила долго, и мальчик в дальнейшем воспитывался своей тетей. В возрасте 7 лет Мехти пошел учиться в 77-ю среднюю школу, директором которой был Сулейман Сани Ахундов, знаменитый азербайджанский драматорг, детский писатель и педагог. А первым преподавателем мальчика стал композитор Саид Рустамов, впоследствии лауреат сталинской премии третьей степени. Учителя сразу заметили талантливого ученика и приложили все свои усилия, чтобы раскрыть его способности. Мехти Гусейн Заде страстно желал стать художником и после школы пошел учиться в Бакинское художественное училище, а после его окончания в 1936 году уехал в Ленинград в надежде поступить в Академию художеств. Однако сделать этого он не смог и поступил в Ленинградский институт иностранных языков, где практически в совершенстве овладел французским языком. Четыре часа утра. Без всякого объявления войны атаковали Советского Союза. Великую Отечественную войну Мехти Гусейн Заде встретил на даче в Шувелянах. По воспоминаниям его младшей сестры, тетя уговаривала племянника остаться за городом, но тот, обняв ее за плечи, сказал «Я не могу оставаться на даче. Вдруг мне пришлют повестку из военкомата, а меня не будет дома. Я же комсомолец. Мой долг – встать на защиту Родины». 9 августа Мехти призвали в ряды Красной Армии, и после окончания Тбилисского военно-пехотного училища его в должности командира минометного взвода отправили на фронт под Сталинград, где в этот период шли ожесточенные сражения. Но долго провоевать Мехти не удалось. В августе 1942 года его тяжело ранили в боях под городом Калач, и он попал в плен. Еще в ноябре 1941 года Гитлер отдал распоряжение о формировании Кавказско-Магометанского национального легиона, состоящего из азербайджанцев и дагестанцев. Батальоны легиона комплектовались из перебежчиков и военнопленных, которых частой силой загоняли под ружье, и отправляли в Германию для обучения. Попал в легионы Мехти Гусейн-Заде. Он решил пока не сопротивляться случившемуся и посмотреть, что будет дальше. Сначала Гусейн-Заде направили в школу переводчиков, где он, приложив все свои знания, полученные в Ленинградском институте, за три месяца изучил немецкий язык. А затем его перевели в 162-ю тюркскую дивизию вермахта, которая дислоцировалась в Северной Италии. Он попал в отдел пропаганды и контрразведки. В дивизии Гусейн-Заде познакомился с писарем 314-го полка Джавадом Хакимли, который также, как и Мехти, был затаившимся коммунистом. Вместе с Джавадом и другими легионерами они организовали подпольную антифашистскую организацию и уже скоро смогли связаться с итальянским партизанским отрядом, гарибальдийцы, с которым и начали сотрудничать. В октябре 1943 года Мехти Гусейн-Заде удалось добыть в штабе немецкого командования план внезапного нападения гитлеровцев на партизан. В горы сразу же были посланы связные, благодаря чему полк противника, атаковавший партизан, понес большие потери и был вынужден отступить. Из-за пропаганды, устроенной в тюркской дивизии антифашистами, ее бойцы все чаще стали перебегать на сторону партизан, часто прихватывая с собой оружие, языков и секретные документы. В Словении членам подпольной организации удалось собрать сведения о немецких гарнизонах, расположенных в городах Толмени и Кабариде, благодаря чему местным партизанам удалось провести операцию по ликвидации этих гарнизонов. Но долго так продолжаться не могло. В январе 1944 года в горы ушли еще несколько групп легионеров. А уже в феврале, боясь разоблачения, в народно-освободительную армию Югославии прибыли и сами лидеры подполья. В составе партизанской армии Югославии воевало свыше 6 тысяч граждан Советского Союза многих национальностей. Они были объединены в так называемые русские роты, которые стали создаваться с осени 1943 года. В феврале 1944 года из перебежчиков 162-й тюркской дивизии вермахта была сформирована отдельная рота, командиром которой стал Джават Хакимли. Мехти Гусейн-Заде тоже начинал свою партизанскую деятельность в этой роте, но скоро был назначен командиром разведывательно-диверсионной группы при штабе 31-й дивизии. Образованный, в совершенстве знающий несколько языков, в том числе и немецкий, обученный немцами разведывательной работе и конспирации, он дерзко проводил свои операции. Мехти в форме фашистского офицера действовал в городах и селах, занятых гитлеровцами, собирал необходимые партизанам разведывательные данные, участвовал в налетах на фашистские штабы, взрывал мосты, воинские эшелоны, склады боеприпасов и горючего. Освобождалось плена местных патриотов и советских военнопленных. В отряде его называли Михайло, под этим именем о нем узнали и немцы. Почти сразу как Михайло прибыл в отряд, он провел свою первую операцию. В форме офицера вермахта он пробрался в немецкие казармы и, подложив мину к огнетушителям, взорвал центральное помещение. 2 апреля он вместе с Мердамадом Сеидовым, азербайджанцем, который тоже бежал из тюркской дивизии вермахта, проник с чемоданом в зал кинотеатра. Во время сеанса они покинули здание, забыв свою ношу под креслом. Раскат взрыва в этот вечер потряс маленький городок Обчины. В результате взрыва погибли 80 немецких офицеров и были ранены 260, 40 из которых скончались от ран в госпитале. После этой операции немцы должны были ожесточить меры контроля, но как ни странно, они продолжали вести себя на редкость халатно. Поэтому в том же месяце Михайло и Мердамад Сеидов таким же способом взорвали ресторан в городе Триест, где кутили офицеры вермахта. Свой смертоносный груз они оставили под столом, а сами вышли якобы в туалет, а затем и на улицу. Гестапо не стало расследовать взрыв ресторана и доказывать чью-то вину. Полицейские с черепами на фуражках просто схватили людей из парикмахерской, находившейся рядом, и расстреляли их для устрашения местных жителей. В итальянской фашистской газете Il Piccolo на следующее утро была помещена заметка, в которой сообщалось. Вчера в субботу коммунистические элементы совершили террористическое покушение на ресторан солдаты Хейм в Триесте, которое стоило жизни некоторым немецким солдатам. А буквально через несколько дней на воздух взлетела и редакция, и типография этой газеты. Михайло вывел из строя средства пропаганды в Триесте на несколько недель. Действия Михайло и его отряда становились все более и более дерзкими и результативными. В начале лета ими был взорван железнодорожный мост, где станции Постойно, в момент, когда по нему проходил товарный поезд, состоящий из 24 вагонов. На улице у самого штаба гестапо партизанами был расстрелян майор Кертнер, который отличался особой жестокостью. В конце лета в партизанскую засаду попала немецкая колонна на марше, было уничтожено 10 автомашин и множество фашистских солдат и офицеров. В сентябре Михайло в форме немецкого офицера технической службы проник на аэродром противника и с помощью мин замедленного действия взорвал два самолета и 25 автомашин. Действие группы Михайло взбесило немецкое командование. Гестапо сбилось с ног, пытаясь выявить советских диверсантов, но партизаны были неуловимы. По словам Джавада Хакимли, который дожил до 2006 года и оставила Михайло несколько воспоминаний, Михти навел такой страх, что немцы даже боялись выходить в город в одиночку. Им казалось, что Михайло это название крупного партизанского отряда, которым командует богатырь. Когда же они узнали, что Михайло это всего лишь один человек, то сразу установили за его голову награду в 100 тысяч итальянских лир. И постепенно эта премия доросла до 400 тысяч. Не боялся Михайло и действовать спонтанно и без подготовки, если подворачивалась такая возможность. Все в том же сентябре 1944 года он, проезжая по дороге на мотоцикле в форме немецкого офицера, увидел роту солдат противника, которая была без оружия на учебном марше. Мгновенно среагировав, Михайло выхватил автомат и расстрелял колонну практически в упор, уничтожив при этом около 20 противников, после чего дал по газам и скрылся. В городе Горице ему удалось угнать немецкую автомашину с боеприпасами, а в общине Михайло взорвал трансформатор высоковольтной электростанции. Но однажды Михайло все-таки попал в руки гестаповцев. Он тогда под видом бродячего французского художника ходил по населенным пунктам Словении и собирал разведывательные данные. В городе Сижанна его остановил патруль и доставил в местный полицейский участок. Михайло вел себя так естественно, что немцы не смогли догадаться о том, кто он такой. Чтобы проверить его возможности, они заставили художника рисовать свои портреты. Но Михти справился с этой задачей блестяще. В конце концов его оставили в участке в виде заключенного, но через несколько дней Михайло удалось сбежать, убив при этом одного часового и захватив его винтовку. Одними из последних операций, проведенными отрядом Михайло при его личном участии, были ограбления банка, в результате которого партизанами была украдена сумма более чем в миллион итальянских лир и взятие тюрьмы, в которой находились военнопленные из разных стран. Партизаны, переодетые в форму вермахта, подвели к тюрьме заключенных, также переодетых партизан. И когда охрана впустила их внутрь, Михайловцы обезоружили охрану. В результате этой операции было освобождено около 700 заключенных, в числе которых было 147 советских военнопленных. Начальник тюрьмы был взят живьем и его доставили в партизанский штаб. На следующий день немецкая пропаганда по радио сообщила, что на тюрьму напало огромное партизанское соединение в количестве 3000 человек. Мехти Гнифа Аглы Гусейн-Заде по прозвищу Михайла, азербайджанец и настоящий советский интеллигент, который хотел стать художником или поэтом, погиб 2 ноября 1944 года в селе Витовле. Немцы окружили дом, где находились партизаны, и застрелили их всех при попытке прорыва. Но существует и другая версия смерти Михайла, по которой он в доме был один. Мехти Гусейн-Заде бросил в немцев две гранаты, а сам, чтобы не попасть в плен, пустил себе пулю в сердце. Тело Мехти Гусейн-Заде было захоронено местными жителями, но товарищи с почестями перезахоронили Михайла в селе Чапаване на подконтрольной партизанам территории. На похороны прибыли руководители штаба 9-го корпуса, и собралось все местное население. Салютом проводили они героев последний путь, а надпись на самодельном обелиске над могилой Михайла собственноручно высек Джавад Хакимли, его боевой товарищ. В 1957 году КГБ Азербайджанское ССР начало расследование с целью подтвердить подвиги лейтенанта Мехти Гусейн-Заде в период Великой Отечественной войны на территории Югославии и Италии. И после их подтверждения ему 11 апреля было присвоено высокое воинское звание Героя Советского Союза. Посмертно. Через год на экраны большой страны вышел художественный фильм «На дальних берегах», где партизана блестяще сыграл народный артист Азербайджанской ССР Нодар Изетович Шашикоглы. А в 1973 году в Баку был открыт памятник, где выразительная фигура Мехти Гусейн-Заде в развивающемся плаще и с гранатой в правой руке высится на необработанной глыбе гранита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok